Меняю светильник на работе, и поскольку коллектив женский начинается стандартно. Ой, молодой человек, а вы женаты? Нет? Тогда смотрите, если что-то уроните на нашу Юлю, то как истинный джентльмен, должны будете взять ее замуж. Я взглянул на Юлю. Никогда в жизни я еще не был настолько осторожен. Слушай, я кроссворд разгадываю. Человек, который обязан надавать все деньги другому человеку, получая взамен еду, это кто? Раб. Вот и я думаю, что раб. А жена написала муж. Я флорист. В салон позвонил юноша и заказал букет с доставкой, странно прокомментировав. Мол, нужен такой букет, чтобы дала. Составила шикарный букет, отправила курьером. Вечером собираюсь на двойное свидание. Моя знакомая пара и их приятель. Приятель с букетом, с тем самым, чтобы дала. Романтик, что сказать? Мужик возвращается с работы пораньше. Сразу же бежит на балкон. Потом открывает шкафы. Залезает под кровать. Никого. Хватает жену и орет. Где любовник? Жена вырывается и возмущенно отвечает. Я откуда знаю? Твой любовник. Ты ищи. Если муж пришел домой трезвым, то это уже считается предварительными ласками. Так, дорогой, в воде зеркала больше заниматься любовью не будем. Это еще почему? Да мне все время кажется, что ей там лучше, чем мне здесь. А я налево хожу без проблем. Говорю жене, что поехал типа на рыбалку. Она не возражает. Не знаю почему. А ты скажи ей, что поехал на рыбалку. Оса вернись. И узнаешь почему. Жена говорит мужу. Дорогой, за всю мою жизнь у меня было только два настоящих мужчины. А кто второй? Да ты и первого не знаешь. Дорогой, за всю мою жизнь у меня получилось. Давай ходим. Я молодец. Василия. Да ты всем. Продолжение следует...